всем привет мы продолжаем играть в игру эволюция никогда не заканчивается хочу поблагодарить все кто пишет комментарии я по мере возможности читаю сразу же отвечаю как только увидел ну по поводу все-таки от того что мне говорят вот здесь вот улучшать быстрее закупать ну может быть пока что я до этого еще и не дожил единственное посмотрю я также покупаю как определенное количество купить понятно в принципе понятно но не знаю мне хочется взаимодействовать именно вот здесь на поле но пока мне так удобней может быть в дальнейшем когда совсем много будет я перейду ну а пока наверно так все таки а здесь что водный диапсид да друзья не забывайте подписываться на канал рекомендовать друзьям устраивайтесь поудобнее с какой-то вкуснях ну а мы начинаем водный диапсид это отправная точка для чрезвычайно разнообразной группы животных включаясь в себе крокодилов ящик змеи черепах в их черепе есть две впаде над и под глаза который позволяет открывать челюсть шире ага а не хватает бывает косячок я видео записываю с периодичностью несколько дней поэтому не простите если что-то где-то я по два раза может быть читаю из видео видео поэтому еще раз приношу свои извинения но давайте откроем живот один и попробуем еще одну еще на выбираем вымирание динозавра сделать анкилозавр ну в принципе принципе ну давайте попробуем нам нужно их выпустить x100 где анкилозавр ну в какой-то мере я согласен она намного быстрее даже происходит ладно плезиозавр наш где наш плезиозавр не успею не успел 200 а кстати вот теперь мы это можем улучшить а что написано на ранг выше ладно давайте так что нам нужно орни стихии а мы здесь нового динозавра никакого не появилось очень интересно и очень странно почему ну может быть может быть что-то сейчас поменяется орни стихии x100 она так добьем 152 но у нас мутагенов не так-то много ну не знаю куда его всунуть для кого он будет лучше никуда я не буду совать хорошо стегозаврики стегозавр у нас x100 так подождите крылья у кого-то открылись нет не хватает для орни стихии не думаю что есть смысл анкилозавр ему можно это сделать хорошо птерозавр 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 да вы серьезно на убыль сильно пошло меня открываем ну что здесь пока что все по накатаны плезиозавра фоткаем плезиозавра так дружок где ты тут будь можешь быть вот он что-то новенькое открылся опачки опачки давайте почитаем скорее всего это анкилозавр нет особо быстро меняющиеся зубы это зубы я думал шипы из-за своих огромных размеров зауроподы обладали недюжинным аппетитом чтобы компенсировать износ их широкие тупые зубы выпадали быстро вырастали новые класс так 200 200 200 сунуть их некуда ну 3 тератопс ладно добьем пока так принципе немного тут ну хотя да я согласен с подписчиком который мне написал что через яйца как быстрее проще но я думаю в дальнейшем когда уже очень по многу надо будет закупать я наверно буду только пока яйца использовать здесь по 400 не хочу я на 3 тератопса тратить я думаю что ну например вот на плезиозавры я думаю можно потратить зауропод замечательно пока да пока идет однообразие здесь но мы уже можем до астероид забрасывать архозавра купить ну архозавра с x100 могу сделать так а что то что то еще открылось так а что то что то еще открылось ну ладно ну ладно в общем то мы уже можем вымирание сделать но конечно бы хотелось полностью все пособрать хватит ли хватило так а что мы можем так а что мы можем о крылья нет не можем не можем на что можно потратить ну давайте попробуем 50 будет 50 50 50 а здесь уже есть 50 ну может и разовра 100 добьем нет о набили ну собственно давайте делать еще одно вымирание ну конечно с вымиранием можно было разные выбирать 941 существа больше нет собственно как всегда у нас что это ну а теперь по стандартному по десяточке набьем всем и пусть они потихонечку фармится кстати можно ему как раз 400 и сунуть как вариант по 10 по 10 угу не хватает плезиозавр у у него ласты появились новый признак замечательно кого мы здесь еще за риски да вы серьезно она него не хватает а здесь биллионы пошли обалдеть сколько тебе надо друг 360 миллионов ну давай десяточку так а тебе 2 и 5 ну придется подфармить мне чуть-чуть на что поделать ну чуть-чуточку мы подфармили ну по моему ему вряд ли поможет ух ты ух ты открылись тераподы для двуногих полтоядных характерны полые кости и трехпалые конечности характерный пример делофазавр один из терапод новенький появился круто вот у нас теперь новый динозавр наша жизнь все разнообразнее разнообразнее становится с каждым вымиранием ну по факту сейчас конечно у нас ну так вот наверное оставим все не зазойскую эру мы оставляем в покое и переходим к нашему основному моделированию а то мы в принципе почти все видео провели именно здесь ну я тоже подфармился приличненько пойдемте посмотрим что у нас да как ну не надо нам удваить мы пойдем сейчас с самых низов что с аминокислотой ну не сейчас явно не сейчас смотрим где что по основной сетке у нас ну вроде по основной сетке все мы выкупили и купили внизу пойдемте по поводу акул по поводу акул пока ничего все от рыбы зависит не 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 мы пока к рыбе не будем переходить у нас черепаха осталась кайманова черепаха ну вы посмотрите какая сумма берегите пальцы кайманова черепаха имеет сильные челюсти очень подвижную шею и печально известный свеерепый характер и тут у нас открывается долгая жизнь на лапагосской черепахе могут жить почти 200 лет они продемонстрировали что у них долгая память а самый старый зарегистрированной черепахе сто восемьдесят пять лет ух ёж ма ёж голопагоскачи сто семьдесят семь ой нифига себе уникальные животные вырастающие до четырехсот килограмм и более а продолжительность жизни составляет около двухсот лет они различаются по размеру в зависимости от среды обитания этот результат наблюдений через дайвина использовал при формулировании своей теории эволюции в тысяча восемьсот тридцать пятом году я хочу сказать сразу я с этой теорией абсолютно не согласен я придерживаюсь немного других теорий и так всем известно насколько все это было как это все подгонялось поэтому это совсем конечно хотя почему совсем другая это как раз тема нашей игры я считаю что эволюция не так проходила и вообще люди нет обезьян произошли но это мое мнение и многих других поэтому ну здесь нам нечего делать здесь шестьдесят шесть здесь просто нереальные какие-то космические цифры единственное что примат нет 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 не приматы ничего да и все по основному моделирую ну тут цен да цен ценник безумный просто аминокислота ну до двухсот сорока я добил хорошо я хотел рыбу мне больше здесь про акулу интересно просто здесь с акулами пока что ничего нету с акулами ничего нету но открылся у глаз глаз развился из пигментов пятна и представляет собой круглые желеобразные органы он преобразует свет в электрические сигналы от сетчатки к мозгу эти сигналы превращаются в изображение позволяющие нам видеть ну и собственно у нас открылся ну медалечка открылась самой старой рыбой официально зарегистрированной в истории человечества был австралийский рогозуб по кличке дедушка грандет умерший в 95 лет в 2017 году осетрина 2 свежести 95 лет ну давайте покупку купим ну а там внизу что у нас с аминокислотой ну там с аминокислотой цены безумные а мы можем рыбку пока покупать уже не можем все не можем акулы не появились так ничего новенького у нас не появилось здесь 69 69 здесь 60 вошь 177 ну да просто безумные цифры пошли ну значит тогда нам на этом наверное все можно продать днк тут и то нет и то нет и то нет ну по традиции завершение серии мы здесь пройдемся кто насколько способен ух ты давай 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 все потихонечку мы тут всех ну в общем то да все хватит на сегодня не забывайте подписаться на канал порекомендовать друзьям а я с вами прощаюсь до новых встреч и всем пока 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 пока